Веловайск 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 Надежду Савченко могут обменять на задержанных сотрудников российских спецслужб. Об этом заявила сестра украинской летчицы Вера Савченко. Сейчас адвокаты делают все, чтобы Российская Федерация передала дело для расследования в украинские суды или согласилась на условия обмена. Впрочем, четкого ответа в Москве пока не дали. Напомню, Надежду Савченко вывезли из Украины, а потом поместили в СИЗО на территории России в начале июля текущего года. Ей вменяют причастность к убийству российских журналистов на Донбассе. Государство уже запустило аппарат по обмену военнопленными. Хотелось бы, чтобы активнее работало, потому что там не только Надя, там очень много людей. Эти люди, которые там, хотелось бы знать конкретное число, потому что цифра растет. Это не 240. Не только в Российской Федерации, а вообще в плену. Эти люди нужны государству. С этими людьми они должны быть нужны государству. Министерство внутренних дел Украины будет содействовать выявлению запрещенных к трансляции российских телеканалов. Об этом заявил советник министра МВД Антон Герасченко. Он сообщил, что проверки на предмет наличия пропагандистских вещателей будут проводить даже на базах отдыха и в отелях, поскольку там зачастую используются так называемые коллективные передатчики. По мнению Герасченко, в перспективе также следует решить и вопрос о лицензировании спутниковых аппаратов, чтобы запрограммировать их на запрет приема запрещенных к трансляции телеканалов. Сегодня министр подписывает приказ о том, чтобы органы внутренних дел начали мониторить полностью ситуацию с кабельными сетями в Украине. Министр внутренних дел поручает своим приказом каждому районному отделу милиции ежемесячно проводить мониторинг, какие каналы показываются в кабельных сетях, для того, чтобы в кабельных сетях не было запрещенных каналов. 26 августа в Минске состоится встреча в формате «Украина и ЕС – Евразийская тройка». Об этом в телефонном разговоре президента Украины Петру Порошенко сообщил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу. Еврочиновник проинформировал украинского лидера, что диалог состоится в рамках саммита «Таможенный союз Украина», который будет проходить в столице Беларуси. Стороны обсудят вопросы, связанные с выполнением соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе. А 30 августа Петр Порошенко поедет с рабочим визитом в Брюссель. Ангела Меркель посетит Киев 23 августа. Канцлер Германии проведет переговоры с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Мецунюком и мэрами некоторых городов, говорится в сообщении правительства Германии. В Киеве Меркель обсудит оказание конкретной поддержки Украине. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ может приехать с визитом в Киев 23 августа для переговоров о политическом урегулировании украинского конфликта. В ОБСЕ говорят о росте российской военной активности на границе с Украиной. Как подчеркивают наблюдатели миссии, ее пик пришелся на прошлую неделю. В Киеве и НАТО заявили, что опасаются вторжения России, которая сосредоточила у границы с Восточной Украиной более 40 тысяч солдат. В Кремле же утверждают, что проводят военные учения, а также Москва продолжает упорно отрицать, что поддерживает террористов оружием и деньгами. Мы видели вертолеты, которые летают над пунктами пересечения границы. Мы также заметили, что возросло движение транспорта поблизости. В течение прошедшей недели случаев обстрела через пограничные пункты Донецк и Гуково не было. Однако, как я уже говорил, и вы также могли это слышать, здесь слышны артиллерийские обстрелы. В основном это происходит ночью, но иногда и днем. Это было увеличение. Я помню, 1 августа Россия закрыла свой рынок для овощей и фруктов из Польши. В Варшаве такие действия Москвы назвали политическими репрессиями. За компенсации по коммунальным услугам в Украине уже обратились 2197 малообеспеченных семей. Об этом сообщила министра труда и социальной политики Украины Людмила Денисова. По ее данным, почти половине заявителей уже провели перерасчет. Впрочем, на помощь государству могут рассчитывать около 3,5 миллионов украинских семей. Ведь получить компенсации могут семьи, чей ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Это 1190 гривен на человека. Компенсация назначается и размер ее устанавливается как разница между размером платы за коммунальные услуги потребления после повышения цен на услуги и размером соответствующего платежа до повышения цен и тарифов. Киевский глава пообещал остановить подорожание хлеба в столице. Так Виталий Каличко уже обратился к крупнейшему производителю с просьбой зафиксировать его стоимость и не допустить повышения цен. В ближайшее время власти презентуют соответствующую программу. Мэр Киева также отметил, что подорожание не должно ударить по наименее защищенным слоям населения. Я общаюсь сейчас с производителями хлеба и с некоторыми уже есть договоренность в том направлении, что не гарантирует. Цена на хлеб будет фиксирована некоторое время. Нет коррупции в системе госзакупок. В Украине планируют внедрить электронные тендеры. Депутаты вместе с экспертами взялись за разработку соответствующего законопроекта. В основе грузинская модель, как одна из на более эффективных. Чем в нашей стране может помочь опыт Грузии? Смотрите далее в сюжете. Открытость, прозрачность, экономия средств госбюджета и борьба с коррупцией. Это преимущество электронных тендеров. Да вот только в Украине они до сих пор были не очень популярны. За первые полгода в Украине проведено тендеров на более чем на 64 миллиарда гривен. Из них 6,3 миллиона гривен в электронной. Это меньше не то что процента, это ничто. В администрации президента сразу ставят амбициозную цель. До конца года процент электронных госзакупок должен вырасти в 10 раз. Ведь такая система позволила, к примеру, Грузии в первый же год сэкономить около 13% средств госбюджета. А для Украины сейчас это крайне необходимые деньги. Самый главный критерий грузинской модели – цена предлагаемого товара или услуги. Это напрочь перекрывает кислород коррупции. Почему уменьшается коррупция? Потому что ты не знаешь, сколько участников будет, ты не знаешь, какую он мне цену предложит. Если ты хочешь провести участника, который предложил цену, условно говоря, намного большую, он окажется где-то там в конце списка, ты никогда до него не дойдешь, ты не сможешь протянуть его как победителя соответствующей закупки. При этом важно и качество. Его определяет специальная комиссия. Сперва давайте определим по цене, у кого самая низкая цена, а потом пускай эта компания предоставляет дополнительную документацию и осмотрим. Хорошо, цена очень хорошая, а ну-ка посмотрим, их предложения и качество их предложения соответствует или нет с тем предложением, которое было объявлено государственным органом. Если соответствует все, эта компания победитель. Если не соответствует, только потом переходит комиссия на обсуждение следующей компании. В электронных тендерах могут свободно участвовать представители малого и среднего бизнеса, которые являются ядром развития экономики страны. Депутаты обещают на протяжении месяца доработать согласованный законопроект и вынести его на рассмотрение парламента, чтобы уже с начала следующего года механизм электронных тендеров заработал в Украине на полную силу. Анна Каменева, Александр Котельников, БТБ Ну и текущую ситуацию в Украине и мире проанализирует украинский дипломат Владимир Агрыск в программе «Национальный интерес» сразу после финансовой информации. Будьте с нами. 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 Субтитры создавал DimaTorzok